Газдума поддержала инициативу о запрете высаживать детей без билетников. Правительственный законопроект рассмотрен во втором чтении. В частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей без билетников в возрасте до 16 лет. Два друга Данила и Тимур – частые пассажиры. На автобусе ребятам приходится ездить 6 дней в неделю. Случается всякое. Забыли или потеряли деньги, а ехать все равно надо. Я как-то раз, у меня такое получилось, что я забыла платить и кондуктор, что я тоже забыла меня спросить. И я проехал так. Один раз только. Ну, я всегда, конечно, при деньгах, но были пару случаев, когда деньги пропадали. И тоже меня, ну, говорили, давали билетик и все. Отпускали. Негласное правило без билетных детей не высаживать действует в регионе давно. Надо отметить, что руководство Нарьинмарского АТП шагнуло дальше, оборудовав салоны автобусов камерами и видеорегистраторами. Ну, я считаю, что это очень полезно, потому что много беспорядков происходит в автобусе. А надо как-то это показывать полицейским, например, или другим. И кондукторы, чтобы фиксировали то, что вот они делают их действия. Это да, это давно нужно было сделать. Бывают такие моменты, то, что, например, деньги не выдают там, например, вот это все. Ну, или сидят, курят там. Кондуктор Валентина Бородкина признается, все ее смены всегда проходят спокойно. А безбилетные, а вернее безденежные дети на маршруте не редкость. Дело ведь житейское. Ну, бывает, что оставили дома, нет денег, ну, возим, бесплатные, ну, вряд ли. Ну, не знаю, я не высаживаю, то мои другие высаживают, но со мной такого не было. Установленное в салоне оборудование дисциплинирует в первую очередь пассажиров, считает водитель автобуса Михаил Канев. Вряд ли кому-то захочется увидеть себя со стороны. Поспокойнее стало. Молодежь стала более адекватной себя истина. Серьезно? То есть, они вот прям были случаи, что прям были камеры, да? Ну, да. Особенно вечером, да. Было раньше, да. Камеры фиксируют все происходящее внутри салона и снаружи. Запись не транслируется в реальном времени, но при необходимости ее можно пересмотреть и найти нужный момент. И вот он показывает именно, где конкретно находился, на карте видно, где автобус находился в это время, да, и все, что появилось внутри автобуса и снаружи две камеры. Камера в салонах автобусов – это в первую очередь транспортная безопасность. В каждом автобусе по семь камер. Они записывают видео и звук. Одна из камер направлена на водителя. Дополнительно каждый кондуктор оснащен персональным регистратором. С конца декабря, когда мы установили эти новые системы видеонаблюдения, несколько раз уже обращались к просмотру видеозаписей. Вот. Было несколько инцидентов. В том числе рассматривались жалобы пассажиров на резкое движение, ускорение автобусов. Вот. Ну, в принципе, все эти случаи у нас не подтвердились. Кстати, благодаря камерам можно установить взаимоотношения между кондуктором и несовершеннолетним пассажиром. Надо отметить, что информацию с видеорегистраторов-контролёров ВТП проверяют ежедневно. По поводу того, чтобы не высаживать детей, это у нас уже давно. Это ещё в 2016 году у нас уже было принято решение директорам о том, что мы не высаживаем детей. Независимо от времени суток и погодных условий. Ну, как-то чисто по-человечески относимся к этому. Соответственно, там кондуктор может замечание сделать, что вы, пожалуйста, будьте любезны, денежки возите и оплачивать нужно. Но не более того. Напомним, на федеральном уровне проектом закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, недостигшим возраста 16 лет. Следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Ольга Русыл, Вадим Стасюк, Телеканал Север.